Постановлением правительства Российской Федерации номер 362 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены меры государственной поддержки в текущем году при трудоустройстве безработных граждан. Ранее работодатели могли претендовать на субсидии, которые равны были трем минимальным размерам оплаты труда, которые увеличиваются на районные коэффициенты и страховые взносы в государственные и внебюджетные фонды при трудоустройстве безработных граждан после первого месяца, после третьего месяца и после шестого месяца работы только на тех безработных, которые состояли у нас на учете в центрах занятости населения на 1 января текущего года. Однако данная норма расширена и сегодня работодатели могут принимать на работу тех граждан, которые у нас зарегистрированы в качестве безработных по состоянию на 1 августа этого года и получать данную меру поддержки. Кроме этого, расширены и иные категории граждан. Под данную меру попадают безработные граждане, которые относятся к категории инвалидов, лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Как работодатель может подать информацию, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки? Работодателю нужно всего лишь дистанционно через свой личный кабинет на портале Работа в России обратиться в Центр занятости населения для подбора специалиста под имеющиеся вакансии и далее направить заявление в Фонд социального страхования, который и занимается выплатой субсидии, положенной в рамках данной государственной меры поддержки. В соцстрах можно обратиться также либо через портал Работа в России, либо через систему соцстрах. Обязательство, которое на себя берет работодатель, это сохранение не менее 80% численности трудоустроенных безработных граждан на 15 декабря текущего года. Мы призываем работодателей, которые заинтересованы в получении субсидий трудоустройства безработных граждан, обращаться либо в Центры занятости населения, либо дистанционно на портал Работа в России. Продолжение следует...